Тема сегодняшнего видеоролика называется «Кровельные ошибки». Хотел я вас порадовать и снять качественное видео по монтажу мансардного окна в готовую кровлю из натуральной черепицы, но не тут-то было. Криворукие строители всегда придут и скажут тебе «Нет, ничего не получится у тебя смонтировать». Меня зовут Павел Рыбаков, мы занимаемся кровельными и фасадными работами. Если вам интересна тема строительства, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я рассказываю о том, как качественно построить себе дом. Друзья, мы поднялись на крышу для того, чтобы установить мансардные окна. Вот ребята сейчас разобрали утеплитель, который здесь был старый, и мы увидели следующую картину. Вот такой вот набор лего из пленок. Я даже не знаю, лего это или не лего. Здесь вроде как диффузионные мембраны, здесь обычная антиконденсатная пленка, которая используется только для холодных крыш. В предыдущем ролике вы видели уже, что у нас получилось, когда используется в мансардной крыше вот такого рода гидроизоляция. Когда пары проходят через утеплитель, здесь конденсируют, и весной этот замерзший конденсат начинает попадать в утеплитель. Начало у нас идет вот где-то примерно сантиметров 50, вот на 50 сантиметров у нас образуется вот такая вот сильная влажность, такой вот конденсат. С этой стороны здесь все сухо, проблем никаких нет, и вот с этой стороны тут тоже все было мокро. Дмитрий, что скажете по этому поводу? Ситуация, конечно, не самая лучшая, и не самая лучшая крыша, куда нам нужно установить с вами мансардные окна. Будем искать пути решения. Помимо ошибок с гидроизоляцией, ее еще вдобавок передержали на солнце, видим с вами вот такой вот эффект, ее, соответственно, необходимо заменить. Конечно, вот все вот эти вот вставки необходимо будет заменить для того, чтобы была качественно сделана гидроизоляция в зоне мансардного окна. А также имеем с вами следующие проблемы. Видим, как срощена стропильная нога. Да, здесь у нас, короче, натуральная черепица лежит, и с использованием обычной черепицы, которую намного легче так вот делать нельзя стропила, а с натуральной черепицей, которая весит почти 50 килограмм квадратный метр, используя вот такое вот сращивание, это, конечно, преступление. Но самое мне больше нравится вот это место, здесь вообще, вот посмотрите, даже зазор сантиметр один. Также здесь использовалось на этой кровле два вида утепления. Вот мы когда делали демонтаж, видно из овер, это минеральная вата, и базальтовый утеплитель, вот так вот в плитах. Также здесь были допущены и другие ошибки, и с креплением маур-лата, видим, применена монтажная пена. И опорная доска поставлена в теплой зоне. Опорную доску нужно выносить за пределы фасадной стены, в данном случае при стенке мансарды. Что мы с вами должны сделать в таком случае? Поскольку мы увидели, и никто не предполагал состояние на данном объекте в таком исполнении кройленого пирога, мы должны с вами согласовать все вот эти вот нюансы заказчику и предложить ему пути решения данных проблем, которые мы с вами обнаружили. Если заказчик дополнительно не согласится с нашими аргументами и доводами о состоянии кройленого пирога и о необходимости произвести ремонтные работы по восстановлению гидроизоляции скатной кровли, мы вынуждены будем отказаться от выполнения работ на этом объекте. Обратите внимание еще вот такого тоже сращивания. Здесь вот они запускают гидроизоляцию. Вот такая вот дырень здесь. Соответственно, видно даже вот там вот то, что натуральная черепица в раз. Все, это может попадать в утеплитель. Примыкания абсолютно здесь никакого нету, просто выпустили гидроизоляцию. Все вот эти моменты необходимо переделать для того, чтобы крыша выполняла свои функции и стояли качественно мансардные окна. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на мой канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, как качественно построить себе дом. Желаю всем удачной стройки!